Всем огромный привет! Безумно рада видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня у нас будет необычное видео, а именно мы с вами вместе сегодня распакуем вот такой вот прекрасный адвент-календарь с фаворитами от Sephora. Календарь это довольно необычный, в нем аж 25 отделений, а не 24, как обычно, и обещают нам аж 7 полноразмерных средств. При стоимости этого адвент-календаря в 130 евро, наполнение в нем заявлено аж на 380 евро. Конечно же, в конце видео мы с вами все это перепроверим и перечитаем. Ну что, начнем? Конечно, хочется отметить, что выглядит этот адвент-календарь просто прекрасно. Очень качественный картон, очень красивые отделения. Итак, открываем первое отделение. Ну что, начало уже многообещающее. Это знаменитый хайлайтер от Fenty Beauty Diamond Bomb. Это бренд Rihanna. У меня не было от них еще ни одного продукта, так что я в предвкушении. Давайте же посмотрим. Хайлайтер полупрозрачный, с крупными, довольно-таки белыми блестками. Я бы его, наверное, не носила на повседневку, потому что сияние довольно сильное, и эти блестки довольно сильно видно. Но при этом он создает очень красивый эффект, как будто бы снежок переливается на солнце. Это выглядит классно. Я бы его с удовольствием использовала в каких-то более нарядных, более праздничных макияжах. Волноразмерный хайлайтер стоит 38 евро. И если пересчитать по граммам, а это у нас миниатюрка, то она выходит на 13 евро. Итак, достаем теперь номер два. Что-то очень маленькое. Давайте проверим. Маленькая, но классная, я очень рада. Это матовая помада от бренда Rare Beauty. Это бренд Selena Gomez. Он не так давно появился на рынке. Я приобрела несколько средств от нее, и мне они реально очень понравились. Поэтому я возлагаю на эту помаду большие надежды. В ближайшем времени я планирую снять обзор на этот бренд, и если вам это интересно, то дайте мне, пожалуйста, знать большим пальцем вверх. Давайте сделаем swatch. Просто нереально красивый оттенок. Я считаю, что он самый лучший во всей линейке. Это не полноразмер, но очень близок к нему в полноразмере 3,9 миллилитров. Здесь же у нас 3 миллилитра. Если пересчитать по миллилитрам, то получится, что эта миниатюрка стоит 18 евро. Достаем номер 3. Тут что-то очень тяжеленькое. И нам здесь попадается сыворотка от бренда The Ordinary. Это гиалуроновая кислота 2% плюс B5. У меня еще никогда не было средств от этого бренда, но он очень популярный. Я знаю, что очень многие любят их сыворотки, поэтому я с огромным удовольствием ее попробую. И это наша с вами первая полноразмерка. Здесь 30 миллилитров. А где же номер 4? Тут в одном отделении у нас сразу два маленьких пакетика. Очень приятный такой хлопковый мешочек. Давайте же раскроем и посмотрим, что в нем. Нам попадается бренд Moroccan Oil, и это масло для волос. Написано, что оно богато органовым маслом, антиоксидантами и витаминами. Наносить нужно на влажные или сухие волосы. Зашла на их сайт и узнала, что именно с этого продукта и началась история бренда Moroccan Oil. У основательницы бренда что-то пошло не так с волосами в поездке, и именно это масло ее и спасло. В общем, я не знаю, насколько это правдивая история, но попробовать мне однозначно очень интересно это масло. Кстати, это у нас миниатюрка всего лишь 15 миллилитров, и в пересчете она выходит примерно на 10 евро. Так, дальше у нас номер 5. И здесь что-то очень-очень легкое, и мне аж немножко страшно. Дальше нам попадается миниатюрка туши от бренда Tarte. Как написано на сайте, она водостойкая, удлиняет и подкручивает ресницы. Я очень люблю такой эффект, потому что у меня ресницы не особо длинные. У нее небольшая силиконовая щеточка, все как я люблю, поэтому с огромным удовольствием попробую. Итак, номер 6. Далее нам снова попадается бренд Fenty, но на этот раз уже уход Fenty Skin. И это у нас два в одном. Тоник плюс сыворотка. На сайте написано, что в качестве тоника она сужает поры и регулирует сбыта кожного сала, а в качестве сыворотки борется с темными пятнами на коже, осветляет пигментацию. Пахнет очень приятно, какой-то ванилью, сладостями. В общем, с огромным удовольствием я ее попробую. Это у нас travel size 50 миллилитров. Номер 7 у нас снова в таком красивом мешочке. И нам в нем попадается парфюм Good Girl от Carolina Herrera. Давайте же раскроем и посмотрим. Какая красота! Вы просто посмотрите, какая красивая туфелька. Я очень люблю, когда даже у миниатюрок есть очень красивый флакончик. Мне кажется, что этот аромат очень такой в духе бренда Carolina Herrera. Если у вас были какие-то другие от нее ароматы, он довольно сладкий. Это у нас с вами миниатюра. Здесь всего лишь 7 миллилитров. Если посчитать цену от флаконов 50 миллилитров, то получится, что она стоит где-то 14 евро. Итак, номер 8. В восьмом номере нам попался гель для бровей от Benefit Gimmy Brow. Это очень популярный их гель. Один из бестселлеров бренда. У меня этот гель есть. Он очень хороший, но мне в нем немножко не хватает фиксации. Он идет в третьем оттенке, который они кладут во все абсолютно наборы. Это такой средний оттенок, который подойдет всем. Но для меня он немножко темноват. В принципе, это не критично. Так он выглядит в сравнении с полноразмерным вариантом. Здесь ровно половинка от стандартного объема, поэтому, соответственно, его стоимость будет 15 евро. Далее нам попадается еще одно классное средство. Это пилинг от бренда Herbarian. Это французско-корейский бренд. Название Herbarian вроде бы как с французского переводится как травы востока. Я являюсь поклонниц этого бренда. У меня есть одних BB крем, который мне очень нравится. Также у меня есть одних как раз таки вот этот же самый пилинг, который я обычно наношу после душа на распаренную кожу. Он очень хорошо ее очищает. Это у нас миниатюрка. Здесь ровно треть от стандартного объема. Соответственно, стоимость выходит на 10 евро. Дальше у нас номер 10. Здесь что-то просто нереально легкое. И это одноразовая маска. Конечно, это не самое классное, что нам могло сегодня попасться. Это одноразовая успокаивающая маска. В полноразмерном варианте продается набор из пяти таких масок. У нас же всего лишь одна штучка. И поэтому, на данный момент, это самое дешевое средство, которое нам попадалось в календаре стоимостью 2,7 евро. Здесь уже что-то более тяжеленькое. Надеюсь, что что-нибудь поинтереснее уж, чем одноразовая маска. Здесь нам попадается действительно интересный продукт. Это Huda Beauty. Его основала бьюти-влогер Huda Katan в далеком 2013 году. И сейчас это один из самых топовых брендов. И это у нас бальзам для губ в полноразмерном, на минуточку, варианте. Его очень классная упаковка на магните. Просто посмотрите, какая же здесь красота. Бальзам для губ прозрачный, но вот эти блестки с краев немножко попадают. И получается, что он так немножечко поблескивает. Как написано на сайте, бальзамы для губ Diamond Palm обогащены жемчужной алмазной пудрой и смесью смягчающих веществ. В общем, вещь очень полезная и красивая, так что я довольна. Итак, номер 12. И нам здесь попадается ночная маска для лица от бренда Innisfree. Благодаря экстракту листьев зеленого чая, она интенсивно увлажняет и питает кожу ночью. Написано, что бренд за натуральный состав. Поставляет ингредиенты с корейского острова Чиджу. Такая философия мне нравится. Давайте же ее понюхаем. Она довольно приятно очищается на коже. Запах у нее не сильно выраженный, но довольно приятный. Пахнет какими-то сладкими травами. Это у нас миниатюра 30 миллилитров. Переходим к номеру 13. Здесь что-то очень-очень легкое опять. В общем, как я прочитала, это мыло для лица из натуральных ингредиентов. Запах у него такой интересный. Пахнет и какими-то травами, и немножко отдает жвачкой. Содержит органическое льняное масло для смягчения кожи и органическое подсолнечное масло для ежедневного увлажнения кожи. Мыло довольно маленькое. Здесь всего лишь 16 грамм, а значит, оно выходит у нас на 3 евро. Первая часть нашего адвент календаря уже подошла к концу. Давайте приступим ко второй. Номер 14. В 14 номере нам попался красный лак для губ с виниловым блеском от Sephora. Сияние мне нравится, но я бы предпочла чуть более какой-то сложный оттенок. Но меня очень радует, что это полноразмерный продукт. Так, номер 15. И нам здесь выпадает миниатюрка туши. На этот раз это тушь Dumb Girl от бренда Too Faced. Конечно, упаковка здесь очень красивая. Она переливается, как какой-то бриллиантик. Давайте посмотрим на щеточку. Честно говоря, не знаю, насколько такая щеточка мне будет удобной. Она очень большая и не силиконовая. По заверениям производителя эта тушь завивает ресницы и придает им объем. Так что будем пробовать. А у нас с вами дальше номер 16. Что-то очень легенькое в коробочке. Оно даже не шелестит. Это бренд Makeup Eraser. Давайте с вами откроем. И это полотенчик. Точнее, маленькая тряпочка. Да, в общем, это полотенчик для снятия макияжа. На сайте они заявляют, что можно удалить даже водостойкий макияж только лишь при помощи вот такого вот полотенчика. Они пишут, что эта ткань из полиэстера заменяет собой 3600 салфеток для снятия макияжа. Что могу сказать, полотенчика такое меня очень заинтересовало. Я посмотрела на сайте, что полноразмерный вариант у них 38 на 18 сантиметров. У меня же всего лишь 10 на 7. Стоимость такого полотенца я вычитала от общей площади и получилось, что оно тянет всего лишь на 2,6 евро, что даже дешевле той одноразовой маски. Номер 17. И мы с вами находим в нем уход для волос от бренда Olaplex. На сайте у них написано, что это средство восстанавливает разрушенную структуру волос, восстанавливает ежедневные повреждения волос, вызванные укладкой, термообработкой, солнечным светом и многим другим. Попробовать мне его, конечно, очень интересно, но снова смущает объем. Все-таки это средство для волос. Здесь у нас миниатюрка всего лишь 30 миллилитров. Номер 18. И нам попадается снова полноразмерное средство. Это Anastasia Beverly Hills. Очень классный бренд для бровей. И что же это у нас такое? А это у нас с вами воск для укладки бровей. Он абсолютно прозрачный. Сначала, когда я открыла упаковку, даже думала, что здесь вообще ничего нет. Запах немножко такой спиртовой. Производители обещают суперсильную фиксацию, а я как раз нахожусь в поиске хорошего фиксирующего геля для бровей, поэтому попробую с огромным удовольствием. Так, дальше у нас с вами номер 19. Ой, ну здесь что-то очень тяжелое. Давайте откроем и посмотрим. Это очищающий спрей для рук с эфирными маслами лаванды и эвкалипта натурального происхождения. Давайте попшикаемся, и на вас я тоже немножко пшикну. Ой, запах, знаете, такой неоднозначный. У меня был такой спрей для подушки. Не знаю, радоваться ли, что это у нас снова полноразмерка, потому что мне не очень понятен такой формат. Это полудухи какие-то странные, полуочень очищающие средства для рук. Мне кажется, это средство одно из самых неудачных в этом календаре. Ну что, мы с вами выходим на финишную прямую. Осталось ровно шесть номеров, и там должно быть что-то очень интересное. То, что я жду, и то, что нам пока еще не попалось. Итак, номер 20. Но это пока еще не то, что я жду. А что же это у нас? Это очищающее молочко для лица от бренда REN. На сайте написано, что оно предназначено для чувствительной кожи, удаляет следы макияжа и загрязнения, обеспечивая комфорт и мягкость. Давайте понюхаем само молочко. Запах очень слабенький, такой травяной, деликатный. В общем, вполне себе приятный аромат. Это travel формат. Здесь у нас 50 миллилитров, и тянут они на 8 евро. Номер 21. Снова не то, что я ждала, но нечто интересное. Это миниатюрка крема для лица от бренда FRESH. Как написано на сайте, она состоит из комбинации гиалуроновой кислоты, которая помогает притягивать воду, гидропачи, образующих защитную вуаль на коже, и розового масла, питающего кожу. Ну что ж, звучит неплохо. Давайте понюхаем. Пахнет немножко, да, запах розы. Я люблю, когда запах розы. В косметике именно такая пудровая, приятная очень роза. Здесь 15 миллилитров, и получается, что его цена будет 14 евро. Ну где же, где же то, что я жду? Открываем номер 22. Здесь даже ничего не шелестит. Как-то очень плотно все набито. Давайте посмотрим. Ага, ага, а это уже кое-что очень и даже интересное. И нам здесь попадается палетка теней от самой Наташи Деноны. У меня нет теней от Наташи Деноны, но я очень наслышана. Очень многие их любят. И это сейчас чуть ли не самые топовые тени на рынке. Поэтому, конечно, мне безумно интересно попробовать эту палетку. Палетка, конечно, небольшая. Здесь всего лишь три цвета. Небольшие такие рефильчики. Давайте сделаем свотчи. Тени действительно очень пигментированные, хорошего качества. Я очень довольна подборкой цветов. С ними можно сделать и легкий дневной макияж, и более яркий вечерний. Также она небольшая, и эту палеточку будет удобно с собой брать куда-то в отпуск, в путешествие. Как раз все самые нужные оттенки будут с вами. Если пересчитать с обычной палетки Наташи Деноны по граммам, то эта палетка будет стоить 7 евро. Нашла мини-палетку-трешку на сайте Культ Бьюти. Она стоит в районе 20 евро. Поэтому давайте нашу трешку посчитаем по такой же цене 20 евро, потому что по граммам они одинаковы. У нас с вами есть еще одно отделение, которое называется ВАУ. Это какой-то бонус. И тут нас ждал ваучер на брови в броу-баре от Benefit. Если честно, я была бы больше довольна, если бы все-таки здесь был какой-то продукт от Benefit, нежели услуга. Ну, в общем, как-то так. Благо, это не был какой-то определенный день. Ну что, я в руках держу наши последние три отделения, возлагаю на них огромные надежды. Так, здесь у нас 25, 24 и 23. Давайте начнем с номера 23. И тут у нас находится кремовый бронзер. Это полноразмерка стоимостью аж 30 евро. И на данный момент этот бронзер это самая дорогая вещь во всем нашем адвент-календаре. Так, ну что, давайте его посвотчим. Знаете, он такой, он прям очень-очень полупрозрачный. Я бы больше обрадовалась, если бы здесь были какие-нибудь, например, румяна или хайлайтер. Номер 24 у нас также лежит в мешочке. И что? Я уже, да, я уже сразу поняла. Это была та самая вещь, которую я так сильно ждала. Это полноразмерная помада от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. У меня нет средств от Charlotte Tilbury, но я знаю, что сейчас об этом бренде говорят вообще просто все. Особенно помада в оттенке Pillow Talk. Это прям самый главный бестселлер этого бренда. И, конечно же, мне очень интересно ее попробовать. Давайте посмотрим, как же выглядит этот оттенок. Очень, кстати говоря, красивый розово-бежевый нюд, но больше который уходит в розовый. Мне кажется, этот цвет подойдет абсолютно всем. Как я вам уже говорила, это полноразмерная версия, и стоит такая помада 32 евро. На этой радостной ночи можно было бы и закончить это видео, но у нас есть еще отделение номер 25. Давайте посмотрим, что там. Вы увидите это первыми. Так, я чувствую, что это. Бренд называется Juliet has a gun. Тут у нас вот такой вот флакончик. Давайте брызнемся. Я так понимаю, что это какой-то нишевый бренд, который распространяется в основном через парфюмерные магазины. Я не смогла нормально прокомментировать этот парфюм видео, поэтому записываю отдельную вставку. В общем, сначала в нос бросается сильный запах спирта. Когда он испаряется, остается едва-едва уловимый аромат. Этот парфюм интересен тем, что единственным его ингредиентом является вещество Ambrox. Это искусственная амбра. Это вещество обычно используется в парфюмерии в качестве одной из базовых нот, но здесь амбра играет главную и единственную роль. И давайте посмотрим, что же у нас здесь за украшение. Это вот такой вот кулончик от бренда Carrie Y. В черный спонж, который есть внутри, можно пшикнуть духи. И стоит такой кулон аж 49 евро. Серьезно? В итоге это получается самая дорогая вещь из всего адвент-календаря. Ну что ж, вот таким образом выглядит раскладка всех наших продуктов. Давайте посчитаем их общую стоимость. Вы знаете, я немножко в растерянность. У меня вышло на 363,2 евро против изначально заявленных 380. Если считать наполнение нашего адвента с учетом новой цены на палетку Наташи Денона, то получается на 376 евро. Сифора уже заявляет, что наполнение на 379 евро. И эти 3 евро, на самом деле, можно списать на оформление бровей от Benefit на тот ваучер, который я не учитывала, потому что он не относится никакому номеру. Но Сифора его все-таки учитывают. У них на сайте об этом написано. В итоге наша выгода составила 233,3 евро. На самом деле, я считаю, что это хорошая выгода, и это довольно здорово. Мне этот адвент-календарь действительно очень понравился. Он очень разнообразный. Здесь есть как уходовая косметика, так и декоративка, так и парфюмы. Он был бы идеален, если бы некоторые средства все-таки были в каких-то чуть больших форматах. Обязательно пишите, как вам этот адвент-календарь, купили бы вы его себе или нет. На этом у меня все. Большое спасибо за ваши лайки и подписки. Это меня очень сильно мотивирует и помогает в развитии моему каналу. А мы с вами увидимся ровно через неделю в следующем видео. Пока-пока!